здравствуйте друзья с вами кузнецов дмитрий центр юридической защиты компания алям приветствую вас и на нашем сайте готов вам рассказать как же все таки устроена работа кредитных юристов компании алям и так у вас сложилась определенная ситуация когда вы уже не можете терпеть нападки со стороны ваших кредиторов будь то банки микрофинансовые организации онлайн займы все что угодно в общем любые 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 претензии которые как вам может быть кажется имеют под собой правовую основу но должен вас скажем так разочаровать в хорошем смысле слова ничего законного в этом нет то есть все требования которые вам предъявляются и скажем так каким-то образом пытаются пытаются соотносить ваши взыскатели законодательным каким-то порядком по большому счету выдумки выдумки рассчитанные на ваше незнание вашу юридическую некомпетентность и как следствие страх панический как правило страх сами вы понимаете этот страх полностью парализует способность обычного человека рассуждать воспринимать ситуацию адекватно объективно и отсюда результат берем последнее несем в банк не разбираясь и конечно же многие из вас думают что эта ситуация может быть и решаемая но попробую предположить ваши мысли там как-то так спрогнозировать я не учился никогда на юриста я никогда это не выйти но это не мое дело а еще круче да взял надо отдавать и так далее и тому подобное туда повторю на это и расчет основной расчет и самое главное расчет верный банкирован форшники всевозможные расставщики именно этим и живут вот этой человеческой позиции они для того не секрет что наше государство все дело для того чтобы держать вот это наше огромное население весь этот многочисленный народ в страхе состоянии жертвы и так далее и я вас поздравляю тех из вас кто сейчас смотрит мое обращение к вам эту презентацию до таких как вы друзья мои крупица капля в море действительно может быть кто-то уже давным-давно принял это решение просто чтобы убедиться решил посмотреть вот это обращение понять как все работает а кто-то еще и не верит и думаю что еще больше разувериться послушав от очередного специалиста который якобы предлагает что-то невероятное поверьте друзья все совершенно реально все объективно и самое главное сто процентов законно в отличие от ваших кредиторов скажу больше переступив порог банка вы сразу сталкиваетесь с беззаконием и с обманом но вам закрывает затмевает ваш взгляд факт того что вам дают деньги и вы тут же начинаете воспринимать кредитора своего как не миссию какого-то там и естественно готовы пойти на любые жертвы с мыслями да ладно проценты вроде звучит не страшно но эйфория проходит по моим подсчетам по вообще в общем-то по подсчетам многих специалистов на второй на третий месяц и начинается вот это вот ситуация когда во всем вам известная такая поговорочка да берешь чужие а надо отдавать свои и так как бы вас не радовал факт получения кредита это эйфория в лучшем случае продержится в месяц два ну потолок три далее начнутся проблемы каждый месяц вы будете считать когда же это заветное в кавычках число наступит когда вам нужно будет пойти и уже отдать свои деньги потому что то что вы взяли когда-то естественно кончилось а либо вы приобрели какой-то автомобиль либо вещь которая на первом этапе вас радовала сейчас эмоции улетучились и вы совершенно спокойно относитесь к этой вещи но в то же время допускаете мысль что эта вещь не ваша потому что вы за нее еще должны что нужно сделать для того чтобы перестать позиционировать себя в статусе жертвы но во первых нужно как минимум включить мозги я всегда так говорю и начать разбираться с ситуацией если вы не можете это сделать самостоятельно то мы предлагаем вам наши услуги наш специалисты уже помогли не одной сотни человек мы один из крупнейших юридических операторов на территории российской федерации работаем онлайн и вот сейчас прошу вашего внимания у нас нет клиентских офисов сразу хочу это подчеркнуть все что вам нужно чтобы стать нашим клиентом это наличие интернет соединение само собой компьютера ну и желание самое главное желание как же мы это делаем почему мы не ходим на судебные заседания многие спрашивают и тут ответ совершенно простой друзья мои чтобы вам не говорили ваши кредиторы взаимоотношения ваши с ними происходит формате гражданских тех самых взаимоотношений и любое гражданское дело гражданское судопроизводство может совершенно спокойно проходить в заочном так называемом формате более того скажем 95 процентов всех подобных разбирательств проходит заочном формате что из этого следует все что нам нужно от вас это конечно же документы документы которые подразумевают ваши отношения с вашим живот кредитором и не нужно расстраиваться если у вас допустим на руках нет договора предположим взять тот же тиньков у них вообще априори нет договора что уже незаконно и с этим можно совершенно спокойно работать аферту в этом отношении эксплуатировать еще раз повторим незаконно а у них аферта так или иначе повторю все что нам нужно от вас это любой документ подтверждающий ваше отношение с вашим кредитором будь то банком онлайн за им теперь по пунктам предположим у вас не сохранился договор либо вы не понимаете почему у вас его нет здесь не нужно отчаиваться любая анкета любой график платежей все что угодно даже фотография карты которую вам выдал банк будет для нас достаточно чтобы мы начали работать то есть еще раз повторю не отчаивайтесь если у вас нет каких-то документов далее если это онлайн займ тут вообще в этом случае никаких бумажных документов быть не может у вас да это в общем то ситуацию с юридической точки зрения очень сильно упрощает хотя вам они могут рассказывать все что угодно но нашем случае чтобы мы взяли в работу онлайн займ вам достаточно сделать скриншот страницу фотографию экрана где вот личный кабинет ваша страничка да то есть все эти онлайн займ они выдают займ посредством регистрации у них на сайте и заведением личного кабинета так вот сделать скриншот страницы личного кабинета этого достаточно чтобы мы понимали что у вас не выдуманные отношения действительно есть какие-то финансовые в кавычках обязательства перед вот этой структурой мы тоже начнем работать совершенно спокойно это что касается документов понятное дело список документов которые необходимы это основное конечно паспорт это все скан копии достаточно то есть или читабельные фотографии хорошем качестве пожалуйста не надо их фотографировать там знаете на диване вокруг какое-то белье то есть понимаете мы работаем официально и у нас специалисты которые должны изучить ваши документы минимум некорректно присылать в таком формате нам документы в идеале хорошая скан копия если нет под рукой сканера то это может быть действительно качественная фотография но она должна быть читаема и не нужно там знаете под диагональю как-то это все делать сделайте правильно фотографию и конечно же возьмем ваш эпизод в работу работу далее конечно же подписывается договор с нами вариант договора мы вам присылаем сразу же с нашей подписью с нашей печатью и по большому счету договоре написаны все основные позиции в том числе и ценовой формат а теперь давайте подробно что мы для вас будем делать ну во первых мы с вами должны понимать что в данном конкретном случае у вас трудное финансовое положение и вы не можете выполнять взятые на себя обязательства нужно в первую очередь разобраться насколько эти обязательства корректны насколько они подкреплены законным правом требовать вас то либо иное ваше имущество а деньги я подчеркнуто и есть имущество они требуют взыскатели требуют в свою очередь нарушив как я уже сказал целый ряд законов на этом простом основании вы имеете право приостановить все платежи по своему договору либо подобию этого договора кстати говоря это одно из наших основных условий любое сотрудничество с нами в формате клиентов подразумевает прекращение всех финансовых отношений с вашим кредитором буквально всех то есть ни копейки мы больше не должны вносить иначе скажем так работа наша будет бесполезно итак начинаем мы с того что получаем от вас документы и какое-то время ну там буквально 10 дней мы формируем так называемую личную карточку клиента где изучаем все ваши эпизоды эпизодов быть может сколько угодно дальше я расскажу как формируется цена сейчас пока давайте послушаем как будет выглядеть наша работа поэтапно после чего за вами закрепляется персональный менеджер который в течение 10 дней после подписания договора после оплаты первого месяца обслуживания связывается с вами связывается с вами и знакомиться и этот человек закреплен за вами на весь срок обслуживания подчеркну мы берем клиентов в полноценный цикл и проводим за это время комплекс необходимых мероприятий на разных этапах договор заключается на 12 месяцев 12 месяцев с оплатой один раз в месяц никаких сумм вперед мы не берем все наши услуги четко разбиты на 12 платежей что очень удобно для клиентов в первую очередь вот так первый и очень важный самый важный на мой взгляд этап это досудебная работа кто бы что не говорил сейчас на интернет пространстве очень много специалистов я не говорю что это плохие специалисты которые игнорируют досудебную работу потому что якобы как они утверждают она бесполезна мы в свою очередь ведем тщательную статистику регулярно раз в несколько месяцев просматриваем что же дала нам наша досудебная работа и вот на сегодняшний день мы можем смело констатировать что досудебка отбила желание как минимум 50 процентов кредиторов вообще предъявлять официальные претензии к нашим клиентам до кредитор никогда не напишет бумажку что дорогой клиент я виноват я сдаюсь я с вами никаких дел иметь не буду конечно этого не произойдет не нужно обольщаться но из четко еще раз повторю конкретная статистика что очень многие кредиторы особенно микрофинансовой организации поняв что человек их оппонент данном конкретном случае заемщик намерен грамотно отстаивать свою позицию просто теряют интерес к этому человеку почему объясняется очень просто ну во первых их подчеркнул в самом начале вот этого обращения он говорил что таких как вы друзья мы очень мало по сравнению с тем огромным потоком клиентов которые остаются в позиции жертвы и готовы по первому требованию нести последние поэтому кредитор совершенно спокойно отчетливо понимает что зачем и буду тратить время ресурсы естественно и человеческие временные на этого гражданина если я могу сосредоточиться допустим на других а чужие желающих платить людях вот это основной момент но в то же время этот момент подразумевает еще и конечно заочно подкрепленное юридическое право обратиться в суд то есть хочу подчеркнуть что а как вот нам пишут некоторые пришлите мне образец какого-то письма чтобы мне так перестали что-либо делать звонить и так далее друзья мы необходим комплекс мероприятий ни в коем случае одно-два письма вопрос не решит в банках тоже работают юристы микрофинансовых организациях есть тоже отдел юридического сопровождения и там четко понимают что человек может блефовать очень часто бывает так что клиент допустим не наш клиент а человек который вдруг решил каким-то образом сам разобраться с этой ситуацией но по той либо иной причине не подготовился досконально всему процент ко всему процессу сталкивается с такой банальной трудностью вот он пишет 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 письма в банк а в результате банк на него несмотря на все его требования подает суд а в суде человек не понимает как себя вести естественно в пух и прах проигрывает все на свете и так далее то в том что я в свою очередь забегая немного вперед заявлю что суд в нашем случае это промежуточный этап по большому счету в суде сложно рассчитывать на данном конкретном этапе вот вот сейчас говорить какую-то там давать какую-то определенную гарантию что мы какой-то человек какую-то часть дел выиграли нет и для нас это не важно суд как таковой в принципе имеет значительную роль во всем процессе еще раз повторю чуть-чуть вперед забегая но он промежуточный этап наша задача создать условия когда вашему кредитору будет выгодно отказаться от претензий и делается это на этапе федеральной службы судебных приставов как правило либо на досудебном этапе это решение кредитор самостоятельно принимает на фоне происходящих между вами и им событий то есть процесс вот этот переписки занимает в определенной степени очень важную роль именно процесс досудебной переписки отбивает аппетит вашего кредитора вообще к вам лично как к объекту насыщения сразу хочу заметить что фактор присутствия коллекторских служб надо признать и вот это вот воздействие коллекторов она всегда будет она есть она будет но друзья вы просто примите за данность поверьте что называется на слову не как опытному человеку что коллекторы вообще вот на том этапе на котором они пытаются с вами взаимодействовать не имеют никаких законных рычагов абсолютно все на что не рассчитывают это только лишь на давление психологическое давление что кстати говоря полностью противоречит 230 федеральному закону который регламентирует все этапы взаимодействия между кредитором коллектором и заемщиком об этом отдельно можете прочитать еще раз повторю 230 федеральный закон я вообще его рекомендую всем распечатать и носить с собой это палочка-выручалочка для многих так вот на каком же основании вы можете прекратить все платежи предположим есть так называемый закон о защите прав потребителей сейчас просто небольшую деталь вам рассказывать на основании которой вы можете совершенно спокойно приостановить платежи в банк нашем случае это критично важно вы не должны оплачивать никаких взносов вот вообще никаких даже копеечных и своих родственников друзей и знакомых сердобольных предупредить никак нисколько ни копейки так вот тот самый закон о защите прав потребителей в части статьи 29 подразумевает следующее что вам вот я сейчас своими словами на человеческом языке не на юридическом я постараюсь все это обращение так себе вести вам оказывается услуга банк кредитор ваш вам оказывает услугу виде самого кредита эта услуга должна сопровождаться определенными событиями в том числе вы как потребитель имеете право на всем этапе сотрудничества требовать отчетность естественно вы имеете право запрашивать у них документы корректные документы соответствующие действующему законодательству если что-то даже просто так по вашему устному мнению не соответствует тому самому действующему законодательству просто вы подозрения какие-то испытываете вы имеете право приостановить оплату этой услуги на основании закона пока сторона оппонент не подтвердит не опровергнут точнее ваши подозрения как правило кредиторам банкирам инфоошником нечем подтвердить свое нахождение в правовом поле потому что они вне правового поля формате отношений с вами любой за любой договор поверьте мне который вы заключили либо подобие какого-то договора которая якобы как вы думаете обязывает вас вносить деньги ни один этот документ не соответствует в полной мере действующему законодательству больше либо меньшей части пунктов поэтому я еще раз повторяю вы не должны беспокоиться за то что вы перестали вносить средства между вами и вашим кредитором простые гражданские взаимоотношения никакой уголовной статьи здесь пришить нереально ни 159 не 177 объясню почему 159 это мошенничество мошенничество нужно доказать для этого нужно инициировать следственные мероприятия чтобы доказать умысел как доказывается умысел должен быть свидетели которые подтвердят что вы перед тем как брали кредит перед этим с ними обсудили свое желание вообще его не отдавать грубо говоря если вы хотя бы хоть 10 рублей внесли по этому кредиту уже мошенничество здесь инициировать нереально но также 177 допустим статья которые очень любят пугать это злостное уклонение от оплаты кредиторской задолженности звучит очень страшно но я всегда всех призываю читайте не заголовки углубляйтесь глубже как говорится за такой каламбур филологически извините но так или иначе 177 статью может инициировать только лишь судебный пристав потому что она подразумевает злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности по факту вынесенного судебного решения то есть если вы тем либо иным способом убегаете от судебного пристава что мы категорически не рекомендуем никогда делать то тогда конечно же можно 177 реализовать но это это если сумма сейчас по новым данным более двух с половиной миллионов вот понимаете да какая ситуация первое что у нас с вами на пути как говорится это досудебный этап занимает на среднем 6 месяцев и несет в себе серьезные очень манипуляции то есть мы должны в первую очередь вашему кредитору дать понять что вы настроены серьезно так скажем на нормальный конфликт но этот конфликт будет цивилизованной у вас обязанности у вас нет никакой отвечать на телефонные звонки встречаться с ними если вы выбрали письменный формат общения вы в правовом поле закон на вашей стране и вы имеете право таким образом действовать соответственно после того как проходит досудебка мы на этапе досудебного разбирательства провоцируем тем самым банк выйти в суд многие банкиры так и считают что вот это вот письма вот эти вот которые пишет заемщик по большому счету глеф а вот мы сейчас суде окажемся и он там испугается останется как говорится неудел если в течение шести месяцев на всем этапе досудебного досудебной работы мы не спровоцировали вашего кредитора оказаться в суде с иском о истребовании долга с выставлением окончательной претензии то мы сами идем в суд так или иначе в большей части в основной части случаев нам приходится самим инициировать судебное разбирательство тем самым мы подтверждаем нашу с вами серьезную категорическую позицию то есть мы не боимся с вами суда то есть конкретно вы не боитесь суда поверьте когда идет какое-то заявление в суд то уведомляются две стороны и если при досудебных разбирательствах вот этому цивилизованном конфликте банкиры совершенно спокойно могут игнорировать наши письма к ним то судебный документ они естественно изучат они увидят что человек не просто так еще раз повторю глифует до отправляя им какие-то бесполезные как многие считают письма и в когда ваши кредиторы у них еще раз повторю работают юристы видят что вы еще и в суд самостоятельно зашли то для них это ну поверьте серьезным аргументом является и очень интересный результат да в большинстве случаев в значительном большинстве случаев при инициации нами от имени наших клиентов разбирательств уже по серьезному в суде банкиры фошники и так далее просто даже не приходят в суд как ответчики ну казалось бы да они дали деньги они все в законе как это не утверждают мы же дали вам деньги вот и все остальное раз такое дело должник до такой степени хам что несмотря на то что он должен еще и сам суд подает да конечно надо же собраться со всеми силами прийти в суд там встречное заявление выставить либо хотя бы возражение очень часто банкиры просто этого не делают что понимает раз человек сам в суде оказался значит он либо действительно соображает либо на его стороне грамотные специалисты работают а поверьте все юристы понимают что взыскать физического лица в нашей стране очень очень тяжело если это физическое лицо знает и умеет защищаться его на стороне физического лица специалисты которые знают как себя вести в той либо иной ситуации чтобы уберечь имущество своего клиента и финансы и нервы и конечно же вещи там предметы быта и тому подобные моменты и об этом отдельно мы будем разговаривать когда будем обсуждать это федеральная служба судебных приставов то есть если же мы что очень хорошо на этапе досудебных разбирательств спровоцировали ваших кредиторов оказаться в суде тем самым мы понимаем что они выставят в любом случае окончательное требование тарас окончательное требование это фиксированная сумма с которой можно зайти в суд и потребовать через суд возврата этой суммы на основании тех либо иных документов подтверждающих отношения обязательства ответчика в чем тут фокус ну во первых самое главное на мой взгляд это фиксация той самой суммы и когда сумма зафиксирована в суде на нее больше не набегать никакие штрафы пенитом проценты и так далее если этого не происходит то как вы все понимаете а эта сумма может бесконечно увеличиваться и в случае с МФО там чуть ли не до трех раз в троекратном размере совершенно спокойно так же и с банкирами в нашем конкретном случае даже если суд подался банк простите подал в суд первым мы по большому счету стремимся к этому мы конечно же снизим по максимуму все возможные неустойки которые судья вы простите которые истец кредитор ваш предъявит нам к рассмотрению зафиксируем сумму долга и будем если будет такая необходимость выступать выступать с возражениями либо со встречными исками с апелляциями с частными жалобами и так далее и тому подобное судебный этап на том либо ином промежутке нашей работы занимает в среднем три месяца независимо от того как вы к нам зашли видеть ли в формате клиента вы можете к нам обратиться когда у вас уже есть начались судебные разбирательства и если это происходит пожалуйста делайте это быстрее чтобы не запустить ситуацию оказаться уже безнадежном состоянии да когда вынесено решение вы согласились с суммой долга то есть что нужно нужно максимально минимизировать вот эту вот вашу расходную часть сумма долга должна быть максимально снижена сколько бы банкиры не просили поверьте можно уменьшить эту сумму значительно можно уменьшить так или иначе важный момент даже не в количестве не в цифре как таковой а в ее фиксации это можно сделать только в суде поверьте суд для простого человека это благо кто бы чего не думал так оно и есть вот зафиксировали мы сумму долга с вами и теперь перед нами федеральная служба судебных приставов тот самый промежуток который на мой взгляд несет самую основную скажем так роль именно на этом этапе чаще всего мы создаем те самые условия когда банкирам выгодно отказаться претензий поверьте кто такие судебные приставы это не страшные драконы и дядьки с тетками которые ждут спят и видят как бы вас там загнать в долги судебные приставы работают строго по законному регламенту им поверьте извините за выражение конечно плевать на вас лично конкретно кто вы сколько вы кому должны точно так же как им плевать на заявителя для них это банальная рутина очень много дел на судебных приставах сейчас лежит и они бедные сидят в этой пыли и чем меньше у них этих дел тем лучше для них они заинтересованы конечно в большем количестве закрытых исполнительных производств закрыть исполнительное производство можно разными способами либо взыскав либо поняв что с человека нечего взять то есть законно проведя определенный комплекс мероприятий законных подчеркну закрыть исполнительное производство в связи с отсутствием недостаточностью официального источника дохода естественно судебные приставы могут наложить арест на ваше имущество и мы всегда говорим друзьям и прежде чем обратиться к нам за защитой взвесьте все за и против посмотрев это видео разложите на чаши весов свое нынешнее состояние то состояние вашего духа которое естественно будет вот на протяжении этого года поверьте без вас мы ничего сделать не сможем и вот эти 12 месяцев это по большому счету не какая-то лафала ждет это серьезная работа вместе с вами но только осознанная работа здесь мы будем с вами вместе работать и всегда должны оставаться с вами на связи это очень очень важно дело в том что вас в любом случае ждут определенные неудобства и так федеральную службу судебных приставов пристав имеет право применить определенные санкции должнику законные ограничить вам выезд за границу как варианта наложить обеспечительные меры либо вплоть до ареста вашего имущества автомобиля квартиры дачи не знаю самолетов пароходов фабрик заводов также судебный пристав может ограничить у вас возможности а пользования собственными средствами то есть с посредством наложения обеспечительных мер на ваши счета в банках все это пристав может сделать но все эти моменты можно скажем так минимизировать привести к минимальному формату неудобства что для этого нужно сделать как вариант но первое что мы вам говорим всегда и по-честному если у вас допустим есть автомобиль либо мотоцикл либо может быть какая-то вторая недвижимость не та недвижимость которой вы проживаете а вторая ну не знаю дача вот одно из неудобств это нужно переоформить если вы понимаете что наши дела будут фигурировать в официальных как говорится разбирательства в суде то естественно дело само собой может оказаться и у судебного пристава и судебный пристав делает элементарный запрос гибдд допустим если дело связано с транспортом и получает ответ что у вас есть транспорт если вы владелец этого транспорта то естественно будут наложены обеспечительные меры и вы не сможете каких-то регистрационных действий с ним делать вплоть до того что ваш автомобиль если это автомобиль может судебный пристав у вас арестовать забрать в счет оплаты долга поэтому не надо никого слушать там про всякую солидарную ответственность между мужем и женой все что вам нужно допустим если касается это автомобиля переоформить этот автомобиль на человека кому вы доверяете это может быть близкий родственник совершеннолетний без проблем жена мать отец брат сын дочь лишь бы у них не было вот таких вот трудности с судебными приставами и все вы не потеряете это имущество также что касается имущества у вас в квартире даже если к вам судебный пристав придет они это крайне неохотно делают поверьте им это не нужно по большому счету это у них обязанность нелюбимое ими ну даже если ваше имущество опишу но в любом случае никто не будет вот как вот коллекторы пугают тут же выносить это все у вас из квартиры как правило это оставляет на ответственное хранение а если у вас в городе нет филиала там руссо имущество которое в принципе может вывести на свои склады ваше имущество то она вообще на постоянное ответственное хранение может остаться у вас как правило отдается 10 дней на обжалование действий судебных приставов и очень легко можно доказать что это имущество не ваше ну как вариант двух словах там оформить документ что она у вас уже на хранении вам не принадлежит поверьте мы своим клиентам помогаем все это делать и наши клиенты не теряют вообще имущество по большому счету к нашим клиентам судебные приставы не ходят потому что судебные приставы очень любят тех должников которых сопровождают юристы дело в том что мы знаем о чем думают судебные приставы вот он только подумал о какой-то бумажке о каком-то документе этот документ уже может оказаться у него на столе потому что мы вперед прогнозируем все действия судебного пристава они действительно это любят потому что на этом основании не могут совершенно спокойно закрыть исполнительное производство и даже если вдруг и не закроют его ну вы ничего не платите предположим даже многие говорят а долг останется вот вам коллекторы многие говорят а долг останется так об этом долге никто знать не будет а кто-то говорит вот вы утверждаете что можно создать условия когда кредитору выгодно отказаться от претензий если у человека допустим нет официального источника дохода как вариант и дело дошло до судебных приставов можно в принципе ничего не платить можно договориться судебным приставам и платить по 100 рублей и вот когда второй вариант создаются условия когда это не выгодно самому кредитору потому что если вы платите по 100 рублей то во-первых эти деньги уходят сразу так называемый нам так называемый судны еще кто не сразу они там какое-то время на реестр судебных приставов скапливаются а потом там раз в полгода по-моему я точно не знаю перечисляются в счет кредитора естественно только лишь на погашение той самой основной суммы долга и у банков у банкиров есть так называемое мероприятие но они по-разному называются в разных у разных банков кредитный комитет назовем его так вот обособлено где они принимают решение признание того либо иного кредита безнадежно по определенному критериям эти критерии разные бывают так вот если хоть какие-то деньги поступают на ваши счета в случае если вы по 100 рублей оплачиваете то этот кредит признать безнадежным не получается потому что вроде как что-то там идет но поверьте не нужно этого делать в досудебном формате отдавая деньги так вот в никуда вот этот вариант для банкиров очень приятен потому что сумма долга не гасится когда вы сами там отдаете по 100 рублей именно по договоренности с банком эти деньги не просто себе забирают как подарок а вот когда есть решение суда и сумма выставлена тогда идет погашение тела кредита и само собой вот этой суммы и банк имеет так называемую дырявую бухгалтерию счет нужно обслуживать закрыть его нельзя связи с безнадежностью этого вот кредитного договора да и но то самое дырявая бухгалтерия не бухгалтер но со слов банкиров которые так или иначе комментируют мои действия я все-таки не первый год занимаюсь этими вещами есть у меня среди банкиров ну скажем так знакомые люди которые рассказывали мне свое время как все это происходит я это знаю по роду своей деятельности вот так вот можно таким образом делать можно вообще если вас не с вас нечего взять то можно ничего не платить и само собой судья как правило простите судебный пристав прекращает взыскательные мероприятия конечно банк имеет право через полгода возобновить эти действия то есть написать судебному приставу новое заявление но как правило банкирам это не нужно поверьте они ничего не теряют эта история отдельного сюжета не буду на этом сейчас останавливаться но так или иначе банкиры не несут никаких серьезных убытков если им кто-то что-то не отдает потому что в двух словах они нам дают наши же с вами деньги потом требует еще и с процентами но это еще раз повторюсь если хотите на канале у нас посмотрите много интересных на этот счет роликов есть вот на этапе федеральной службы судебных приставов которая тоже занимает среднем три месяца мы также с вами работаем и создаем те самые условия если у вас есть какая-то зарплата официальный источник дохода который судебный пристав естественно может распознать и наложить на него определенные санкции то и здесь можно работать можно каким-то образом но есть определенный регламент есть определенные инструменты как вариант заявления о предоставлении рассрочки можно минимизировать ваши платежи то есть будет списываться какая-то сумма но она будет достаточно комфортная для вас а дело в том что если возвращаясь к моему заявлению что вы должны быть готовы к определенным неудобствам то я хочу на этом поставить определенный акцент если у вас друзья есть официальный источник дохода то его скрыть не получится судебный пристав его увидит еще раз повторю с этим можно работать а давайте теперь вместе посчитаем относительно наших цен да я сейчас вам расскажу сколько наши услуги стоят и вы будете понимать насколько выгоднее обратиться к нам нежели продолжать платить банкиром неизвестно за что и неизвестно сколько долго и так работаем мы 12 месяцев с вами мы предоставляем так называемую пожизненную гарантию на этом хочу ваше внимание сакцентировать дело в том что если после обслуживания у нас по полной форме договора в течение 12 месяцев какой-то из ваших кредиторов которого вы нам давали в обслуживании вдруг вновь возникнет на горизонте с официальной претензией с претензией в суде официальная претензия только лишь претензия в суде вот это писанина от коллекторов и тому подобная макулатура она не является официальной претензией то есть если вдруг какой-то из ваших кредиторов вдруг после 12 месяцев обслуживания у нас появится на горизонте с официальной претензией мы берем ваше дело совершенно бесплатно и работаем с ним бесплатно то есть без какой-то оплаты это наша гарантия гарантия нашего подхода и само собой гарантия нашей честности но вперед забегая скажу что еще ни одного не было примера когда после 12 месяцев обслуживания под патронажем наших специалистов у клиента возникли повторные претензии от этих кредиторов нет поверьте мы делаем все возможное чтоб не то чтобы отбить аппетит у кредитора что при воспоминании у вас у кредитора у вашего чувство тошноты возникало то есть понятно что если он к вам вдруг еще раз обратиться ну точнее не обратиться попробуй с вас что-то взыскать кроме проблем и потраченного времени он ничего не поймет и так стоимость наших условий она зависит от того самого кредитного времени как посчитать это кредитное время которое вы имеете себя ну во первых нужно взять все ваши обязательства и посчитать сколько вы должны были им на момент формирования вот того самого обязательства не сколько сейчас вы должны по факту накрученных процентов не столько сколько допустим вы должны формате уже отдали остатки а именно на момент возникновения договорных отношений вот считайте четко конкретно сколько было на прописано в документе да в основном там анкете в этой либо в договоре либо вот в личном кабинете и не нужно учитывать набежавшие проценты все ваши берете кредитные эпизоды и считаете общую цифру и так если общая цифра составляет до 150 тысяч рублей то наши услуги для вас будут стоить 4700 рублей в месяц если долговое время ваше составляет ну так же подсчитываем все и выходим цифре от сто пятидесяти одной тысячи до трехсот тысяч рублей стоимость наших услуг для вас будет стоить 7600 рублей в месяц следующий тариф долговое время ваше от трехсот одной тысячи рублей до восьми сотен рублей стоимость наших услуг для вас будет 9000 рублей в месяц ну и у нас есть так называемый самый популярный тариф самый популярный тариф это безлимитный тариф если ваше долговое время ваш общий долг на момент возникновения ваших договорных отношений по всем вашим кредитным эпизодом которые вы нам отдаете в работу более восьми сотен до бесконечности тогда стоимость наших услуг будет для вас 12500 рублей в месяц хоть 10 миллионов если вы физическое лицо если вы взяли кредит как физическое лицо ни ИП ни юрлицо тогда мы вас готовы обслуживать если ваша сумма долга более восьми сотен рублей за двенадцать тысяч пятьсот рублей в месяц теперь давайте посчитаем предположим у вас долг ну давайте средний возьмем пятьсот тысяч рублей как правило за такой долг вы должны в банк заносить ну наверно тысяч ну давайте так наверное около двадцати двух тысяч рублей если у вас кредит на пять лет выдан ну средняя ставочка там будет ну где-то двадцать две двадцать три тысячи рублей вот такая вилка должна быть у кого больше у кого меньше но там незначительно при том при всем что этот кредит на пять лет естественно вы будете ежемесячно в течение пяти лет оплачивать вот такими суммами равными и даже если вы там уже два или три года оплатили вдруг у вас какие-то возникли проблемы то боже вас упаси идти на поводу у банкиров делать какие-то реструктуризации рефинансирование это все красивая дорожка высланная в более глубокое болото поверьте если вы начали платить стали допускать просрочки то вам по опыту по моему в большинстве случаев поможет только чудо там клад какой-то там я не знаю выиграете наследство кто-то вам оставит как правило все началась та самая кредитная истерика с которой выбраться очень очень тяжело так вот при долге в среднем в 500 тысяч рублей вам придется в месяц отдавать где-то своим кредиторам если вы просто послушный как говорится должник в среднем 20 25 тысяч в нашем случае мы вас возьмем в обслуживание при сумме долга в 500 тысяч за за 9 тысяч рублей при том при всем что оплата это будет с вас взыматься то есть вы сами добровольно сможете оплачивать в течение 12 месяцев вот и посчитайте при том при всем вы никому ничего больше платить не будете я подчеркну что когда наши с вами отношения инициируются вы должны прекратить любые отношения с вашим кредитором в том числе и финансовые то есть внося оплату один раз в месяц в течение там 12 месяцев при том при всем что мы не категорически не требуем там число в число это делать как банкиры делаем естественно не на числя никаких процентов больше того скажу если у вас какая-то там трудность возникла вам достаточно нам написать письмо либо обсудить это с персональным менеджером и можете приостановить платежи мы не прекращаем в этом на этом фоне работу если вы говорите что вот я не могу в этом месяце заплатить ничего страшного у нас такой алгоритм если 60 дней человек не оплачивает и молчит тогда мы его снимаем снимаем с обслуживания убираем дело в архив но и то при если вдруг человек выходит на связь потом с нами мы при определенных условиях можем опять взяться за работу но это уже немного сложнее конечно но если в течение 60 дней вы не оплачиваете вы можете спокойно себя чувствовать мы работаем по вашим делам идет полноценная работа если вы не можете оплачивать там какой-то месяц вы всегда можете договориться с нами там как-то может частями можно вообще взять те самые каникулы да всегда прийти но это в любом случае выгоднее а я молчу уже о безлимитном пакете когда допустим если ваш долг равен там миллион полтора а я подчеркну в безлимитном пакете у нас порядка 70 процентов всех наших клиентов обслуживаются то здесь вообще арифметика простейшие это намного выгоднее интереснее и эффективнее с точки зрения вашего будущего чем платить банкиром неизвестно за что сколько и оставаться при этом каким-то там ну рабом долговым чувствовать что вы жертва также у нас часто возникают вопросы в формате залоговых кредитов ипотека автокредиты друзья скажу одно в этом случае намного все сложнее мы не берем такие эпизоды в работу без дополнительной диагностики существует услуга диагностики и она разовая ни в коем случае никак не помесячно то есть если у вас залоговый кредит положим ипотека либо автокредит то мы должны сначала изучить ситуацию мы не будем с вас брать деньги не будучи уверенным что мы сможем вам помочь с хорошей большой долей вероятности поэтому мы всегда сначала такие вещи берем диагностику диагностика это разовая услуга где мы вам расскажем получив документы от вас что можно сделать это будет хорошая полноценная распечатка где мы и на юридическом языке и на простом человеческом языке дадим вам определенные рекомендации что можно сделать в том либо ином случае а вы уже будете самостоятельно принимать решение отдать его на работу либо может быть другим юристом так вот стоимость диагностики 4500 рублей разово за один эпизод то есть если ипотека вы нам присылаете мы смотрим высылаем вам документы наши резюме так называемых и поверьте она будет может вам и не понравится то есть мы можем в буквальном смысле сказать что мы не беремся за эту работу либо мы можем вам описать возможные варианты стечения обстоятельств но сразу скажу особенно с ипотекой лучше не шутить да также незаконно банки действуют но друзья мои но есть одно но у них есть залог и пока вот они этот залог очень легко могут себе забрать а потом найти долго может можно отсуживать бороться за этот залог оставшись без квартиры еще не факт что чем это положительным закончится для вас поэтому чтобы быть максимально честными перед своими клиентами мы сначала делаем диагностику и только после этого вы сами принимаете решение по результатам этой диагностики давайте все что называется к общему знаменателю подведем и так наша работа будет продолжаться течение 12 месяцев оплата ежемесячно и зависит она от вашей долговой нагрузки если ваша долговая нагрузка от 0 до 150 тысяч рублей то вы платите на 4 тысячи 700 рублей в месяц второй пакет если ваше долговое бремя если ваше долговое время 301 тысячи до 800 тысяч рублей то стоимость наших услуг для вас будет стоить 9000 рублей в месяц если у вас так называемый безлимитный пакет от 800 1 тысячи до бесконечности то наши услуги для вас будут стоить 12500 рублей в месяц также есть услуга диагностики она распространяется на залоговые кредиты авто кредиты ипотека она разово один раз 4500 рублей что вам нужно для того чтобы стать нашим клиентом ну во первых вы посмотрели этот ролик далее ставить заявочку на нашем сайте вам перезвонят наши специалисты даже все расскажут пришлют вам на почту всю необходимую информацию дополнительную инструкции видео инструкции как отправить нам документы а еще раз подчеркну мы работаем онлайн работаем со всеми абсолютно со всеми регионами российской федерации с любыми кредитными учреждениями абсолютно с любыми крутые не очень крутые совсем неизвестные если у вас есть договорные отношения связанные с кредитами займами с микрозаймами пожалуйста мы вам поможем все привести нормальное состояние то есть создать условия когда вашему кредитору выгодно отказаться от претензий хочу подчеркнуть мы не списываем долги еще раз повторю мы создаем условия когда вашим кредитором выгодно отказаться от претензий такая вот ситуация все что вам нужно чтобы стать нашим клиентам это наличие интернета компьютера ну и конечно же быть на связи отдельно хочется обратить внимание на услугу переадресации это как бы добровольно бесплатная дополнительная ситуация так бонус всем нашим клиентам мы его предоставляем то есть чтобы избежать вот этих ненужных разговоров по телефону с вашими взыскателями категорически рекомендуем вам воспользоваться услугой переадресации как только вы оплачиваете первый месяц обслуживания подписываете договор мы сразу же высылаем инструкции как подключить эту переадресацию и теперь вам достаточно просто сбрасывать все нежелательные звонки ваш телефон будет автоматических перей направлять на наш полцентр где наши специалисты будут беседовать с вашими горе взыскателями вы будете жить спокойной жизни еще раз подчеркну есть очень важное условие это прекращение всех финансовых отношений с вашим кредитором с одним либо с несколькими это ключевой момент и он подразумевает успех как таковой ни в коем случае не 50 рублей не 500 рублей не какие-то там любые другие взносы все это только испортит ситуацию поверьте также хочется остановиться на этапах нашей работы самый основной на мой взгляд и важно это досудебный этап этап когда мы даем вашему кредитору понять что лучше с нами разговаривать на том языке который обозначен в законе мы четко обрисовываем свою ситуацию и заявляем что мы не та овца которую в загоне они до этого могли стричь доить и при желании отправлять на мясо вы теперь свободная личность вы разобрались где выход из этого загона и пожалуйста уважаемый кредитор 10 раз подумайте прежде чем еще раз что-то мне предъявлять я готов защищаться на любом уровне вот на этапе досудебного того самого цивилизованного конфликта мы об этом заявляем громогласно и по нашей статистике почерпнул порядка 50 процентов кредиторов уже на этом этапе отказываются вообще взаимодействовать с нашим клиентам как правило не идут в суды не предъявляют каких-то официальных претензий ограничиваясь лишь тем что отдай коллектором коллекторов нет никаких законных рычагов поверьте даже если какой-то паломный коллектор выкупит ваш долг то для нас ничего никаким образом не изменится в худшую либо трудную сторону мы точно также будем с ним взаимодействовать для нас нет никакой разницы а у коллектора поверьте нет ни единого шанса справиться с нашими юристами коллектор уж точно ничего не выгорит кроме у тех расходов которые он понес покупая ваш долг хочу заметить что таких идиотов очень мало осталось как правило они по агентскому договору сопровождают но это вообще ни о чем значит второй этап это судебный где мы либо сами идем суд либо встречаем вашего кредитора с распростертыми объятиями в судебном процессе все суды проходят заочном формате если вы к нам обратились ни к кому мы там в процесс не ходим это не обязательно гражданское дело производства в 95 процентах случаев нашем государстве проходит заочном формате то есть официальный формат переписки как это делать это уже наше дело вы не несете никаких не почтовых расходов не расходов на пошлины так называемые все мы за вас платим ваши четкие конкретные платежи это вот именно конкретно ежемесячная плата ну и третий этап очень важный на мой взгляд этап это федеральная служба судебных приставов где мы уже не создаем для вас официально комфортную ситуацию когда вы либо вообще ничего не платите либо платите посильными платежами и даже при наличии у вас официальной зарплаты то что в результате произойдет даже при возможном списании с этой зарплаты определенных сумм это намного выгоднее чем оплатить кредитору неизвестно сколько я уже приводил пример и само собой вы понимаете даже если вы будете там зарплаты какую-то часть оплачивать там две-три тысячи в месяц это кредитору не выгодно поверьте не выгодно по сравнению с тем сколько сколько бы он мог с вас иметь и неправильно думать как говорят некоторые вот я буду по 500 рублей месяц платить что же мне теперь всю жизнь платить нет есть четко конкретная ситуация которую мы нашим клиентам рассказываем ну одно скажу так намекну никто не сидит и не мониторит ваше дело хоть как у приставов этих дел очень много так и у банкиров таких вот как вы должников очень очень много конкретно за вами наблюдать никто не будет как правило мы предлагаем нашим клиентам ну поплатить с полгодика то прекратить платить и посмотреть что произойдет как правило ничего не происходит пристав не перезванивает кредитор тоже нет и перезванивает это лишь говорит о том что ваше дело давным-давно помещено в какой-нибудь глубокий архив и больше никогда не всплывет да конечно на сайте судебных приставов что-то может болтаться но это всего лишь статус информации несет никаким образом на вашу жизнь она не повлияет вы понимали у меня у самого несколько исполнительных производств которые никак не мешают жить поэтому принимайте решение оставляйте заявку в форме на сайте с вами был кузнецов дмитрий центр юридической защиты компании аля всего доброго друзья счастья и здоровья финансового благополучия и финансового здоровья до свидания